Есть еще внешняя деятельность. Это попытка как-то снять напряжение с помощью телевизора, радио, интернет. И вот это вот снятие напряжения с помощью телевизора, радио, интернет, это сравнивается в ведах с купанием слона. Есть такая история, там есть разные истории в ведах, которые просто сравнительно показывают, чем мы занимаемся. Ну то есть слон, когда идет купаться, он искупался и выходит на берег, то на него налипает сразу куча всякой мошкары. И чтобы от нее избавиться, он валяется в песке. На мокрую валяется в песке. То есть он искупался, вывалялся в песке и что получилось? Ну то же самое. То есть он опять грязный. Ну то есть купание слона означает, что человек с помощью вот этих методов просто отвлечения сознания, то есть он посмотрел телевизор, какой-то фильм, поиграл в компьютерную игру, он что делает? Он отвлекается от внутренних проблем. Причина, почему он так делает, заключается в том, что это самый легкий путь. Самый легкий путь обычно принимается естественным образом любым живым существом, не только человеком. Я, будучи студентом, изучая поведение людей, животных, смотрел на поведение, изучал все это, я пытался понять, как ведет себя. И когда я приезжал домой в гости к маме, там у ней была кошка. Когда кошка шла на кухню, это значит, что у ней была цель в жизни какая-то. Я пытался понять, как она будет реагировать на меня, то есть я брал ее за хвост. Как вы думаете, что первое делала кошка? А? Ну она останавливается потом, понятно, потому что она не могла идти. Она, кстати, не останавливалась, а сначала буксовала. Она шла на одном месте сначала. Потому что самое простое, что можно сделать, это не обращать внимания на то, что происходит. Это первое, что она делала. Просто не обращала внимания. Продолжала идти, хотя на одном месте. Ну что, типа, ну сейчас отпустят, все нормально. Проблем никаких нет. Скоро пройдет. Все. Идем на одном месте, не обращая внимания. Дальше что она делала? А? Нет, она не ложилась на ладопала. Дальше она мяукала. Начинала орать просто. И продолжала пытаться идти вперед. Дергалась уже. Она останавливалась сначала. Мяу, мяу, говорила. Не отпускаю хвост. Потом раз, резко дергалась, чтобы вырваться. Но ничего не получалось. И дальше что она делала? Мяу. И дальше она со всей силы уже начинала как бы пытаться вырваться. И когда это не получалось, она только тогда поворачивала голову и смотрела, что происходит. Только после этого. Поворачивала голову, видела, что я держу хвост. Хотя она до этого знала это по ощущениям. Что тут сложно понять. Когда она видела уже, что я держу хвост, тогда в этот момент она сымитировала укус просто так мне на руку. И я отпустил. И она пошла кушать на кухню. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что это естественно для любого живого существа пытаться пытаться решать проблемы сначала по-простому. Не так, как надо решать на самом деле, а по-простому. Так, чтобы просто вот... По-простому. Ну, допустим, человек поссорился с кем-то. Я поссорился, допустим, с кем-то. Какой самый простой способ? Давайте простые способы решить проблему. Перечисляй. Не, ну я пришел домой. Да, вы правильно говорите, что это в данном случае как бы понятно, что он сам дурак. Но я говорю, вот что мне делать с собой в данном случае. То есть что я делаю? Я что делаю? Я пью пиво, чтобы расслабиться. Курю сигарету. Смотрю телевизор. Играю в компьютерные игры. Вот. Слушаю музон какой-нибудь. Ну что-то делаю. Может на американские горки пойду прокачусь, чтобы как-то снять напряжение. Ну то есть я что делаю? Продолжаю идти. То есть я не поворачиваюсь к проблеме. Я просто иду вперед на месте. Купание слона. То есть я искупался, потом в пыль. Потому что мошки кусают. Ничего не поменялось в моем сердце. То есть я не решил проблему в своем сердце. Я просто пытаюсь от нее убежать. Это обычная схема решения вопросов в современном обществе. Люди просто пытаются снять напряжение с себя и все. Они пытаются убежать от проблемы. 99% людей приходя домой включают телевизор. Причина почему они включают телевизор, чтобы снять напряжение. Другой причины нет. Смотреть там сейчас уже нечего. Кто-то смотрит, кто-то включает видео. И все фильмы, если взять все фильмы, передачи, они как построены, на каком принципе? На принципе снять напряжение. То есть есть разные способы снятия напряжения. Допустим, если есть какой-то страх в жизни, тогда, когда человек расслабляется, когда он видит, что у кого-то больший страх. Поэтому показывают вот этот вот Пит Брэд там, ну то есть всякий вот этот бред. Ну то есть показывают, ну вот этот, мертвые восстали, мертвые не потеют, там многосередине там, мертвые против живых и так далее. Ну то есть страшно, да? Страшно. И мы смотрим, и как-то легче становится. Думаем, вроде бы все хорошо. Чисто на подсознательном уровне работают. Теперь. Неудачная любовь. Надо посмотреть эротический фильм. Не хватает энергии любви. Посмотрел, получил вот этот контакт с энергией любви, успокоился. И так далее. То есть, если, допустим, постоянные сплетни, зависть, тогда надо смотреть дефектив. То есть это все. Ситуация там такая странная, тяжелая. Мы изучаем все. Потом раз кого-нибудь убили. Сначала убили, потом изучаем. Ну то есть, все это предназначено только для одного. Чтобы уйти от решения вопросов. И жизнь такая, она сравнивается в ведах с диким колодцем, поросшим травой. В древней культуре, в индийской, там одно нарушение от правильного поведения в отношениях с колодцами приводило к очень печальным последствиям. То есть, люди вырывали колодцы, а потом они за ними и следили. А так как там растительность очень бурная, то вот этот вот из травы, как это называется, настил, он зарастал, ну колодец зарастал этим настилом. И получалось, вот человек идет и вообще, ну то есть, просто трава, растет трава. То есть, иду по траве, гуляю. И дальше что происходит? Так как вот он не выдерживает тело человека, этот настил, человек туда падает в этот колодец, а там несколько метров глубины. И когда он упал, захлопывается трава. Звука нет никакого, то есть, звукоизоляция наступает полная. И выкарабцаться невозможно. Поэтому, когда человек живет вот такой жизнью, которая нацелена только на снятие напряжения, это сравнивается с пребыванием в колодце, поросшим травой. Полная безнадега. Полная безнадега. То есть, шансов нет исправить ситуацию. Потому что, если говорить о деятельности ложного эго, о чем мы говорили вчера, то, когда возникает конфликт, он сам собой не разрешается. Потому что два человека хотят наслаждаться друг другом, а это вызывает боль. И эта боль, она имеет природу нарастания. Поэтому я всегда задаю вопрос с точки зрения, говорит, если семейной жизни. У меня вопрос, который я уже задавал там девушке. А там сидела, не знаю, сейчас там сидит или нет? Нет уже. Ага, здесь так. Мы с вами продолжаем общение. Вопрос был такой. Бывает ли такое, что в семейной жизни все всегда хорошо? Никогда не портятся отношения, все всегда хорошо. И ответ такой, не бывает. Не бывает. Потому что сама природа семейных отношений, близких отношений, мужчина и женщина, это природа нарастающего эгоизма. Поэтому отношения сами по себе в семейной жизни всегда только портятся. Они сами по себе даже на одном уровне не остаются. Они только портятся всегда. И у всех. Такова природа отношений между мужчиной и женщиной. Она портится, отношения портятся. Так же, как зубы надо чистить каждый день, чтобы рот. Рот тоже, кстати, такая природа. Вот во рту постепенно накапливается запах плохой. Значит ли это, что рот плохой? Нет. Просто его надо чистить. Мы привыкли чистить зубы, но мы не чистим отношения. Мы просто думаем, наверное, мне не повезло, что ли, что-то непонятно. Почему у меня так все хуже и хуже постепенно, как-то с годами, с мужем или с женой. Может быть, мне не повезло. Люди чаще всего думают, что им не повезло, потому что в обществе существует такое правило. Вот этот ответ на вопрос девушки. Она говорила, а я знаю такие семьи, у которых все хорошо. Это работает правило просто. Знаете, какое правило? Показывать, что у нас все хорошо. И некоторые показывают так тщательно, так хорошо, что действительно кажется, что все хорошо. Но такого по сути не бывает. Потому что отношение же между мужчиной и женщиной – это отношение эгоизма. И поэтому существует определенная схема, которая уже доказана психологами. Есть такая психолог Алешина, с русской фамилией, в Америке живет. Она изучила вот этот график семейных отношений, и оказалось буква «В». Сначала года три отношения улучшаются, потому что люди наслаждаются друг другом. Так называемый медовый месяц или год. Отношения сначала улучшаются, потом начинают постепенно ухудшаться. Где-то 12 лет они ухудшаются, и где-то от 6 до 12 лет – это как раз тот период, когда люди бросают друг другу. Потом 12 лет, где-то 12-14 лет идет самый низ. И в это время люди или принимают концепцию служить друг другу, или разрывают семью. Если люди не начинают просто служить друг другу и принимать друг друга, как есть, то тогда буква «В» не поднимается вверх. Остается только одна половинка. Понимаете? Потом только начинает подниматься вверх, когда люди… Люди, это может и не 6 лет, не 12 лет, а даже и за 3 года может все решиться. Что сначала отношения вверх пошли, потом они как-то чуть-чуть снизились, и потом пошли уже опять вверх. Это бывает только в тех семьях, где занимаются духовной практикой. Других вариантов нет. Потому что если мы зубы не чистим, значит тогда изо рта будет вонять. Точно так же и отношения семейные, если мы их не чистим, они будут вонять обязательно, без всяких вариантов. И большинство людей думают, что у меня не просто не получилось, но на самом деле это всегда и у всех есть. Но то, что у меня не получилось, это у всех то же самое. Но мы говорили уже о статистике 80% разводов в России сейчас. 80% семей, которые ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, вы согласны быть его женой, ну да. А вы и я, все мы согласились, обручальное кольцо, там все играет гимны свадебные, одеваем кольца и пошли. 80% вероятности, что эта семья развалится в нашей стране. Да? А вот это как раз и означает хорошее развитие семейной жизни. Правильное развитие отношений. Сначала плохо, потом хорошо. Обычно это бывает тех людей, которые принимают друг друга на платформе одинаковых взглядов. Вот смотрите, как такие отношения развиваются. Люди чувствуют, что у них одинаковые взгляды, и они хотят быть вместе. Но их не сильно тянет друг к другу. Они развивают отношения, им сначала тяжело, потому что они как-то в чем-то не совпадают, они общаются. И где-то отношения развиваются где-то полгода, год. А потом только они женятся. И самый лучший вариант, что только после свадьбы они занимаются сексом уже. Это самый лучший вариант. Революционный. То, что я сказал, революционно. Подышите поглубже немножко. Расслабьтесь, подышите поглубже. Но то, что я сейчас сказал, это вот как раз классика, когда люди действительно получают хороший результат. И причем классическое представление о семейной жизни сейчас основано на философии сексопатологов. Их философия такая, что если палочка с колбочкой совместимы, значит тогда семейная жизнь будет хорошая. А если палочка с колбочкой несовместимы, значит плохая. Понимаете, да, о чем я говорю? Сексопатологи так считают. Это их как бы философия. И на самом деле надо знать такую вещь, что когда мужчина и женщина все-таки достигают внутренней гармонии друг с другом, половых расстройств не бывает. Они начинают чувствовать друг друга, глупо-пого понимать. И у них нет проблем с тем, чтобы друг под друга подстроиться. Нет проблем, понимаете? Человек это не кошки, не собаки. Человеку подстроиться не сложно, если он чувствует другого. А чувствовать другого можно только с помощью развития глубоких отношений. Все. Других вариантов нет. С другой стороны, когда палочки и колбочки сильно совпадают, сценарий один и тот же всегда. Людям не надо знакомиться друг с другом, изучать друг друга философию, понимание жизни. Им не надо этого. Они просто шпарят секс целыми днями и все. Но в лучшем случае ездят на Майами параллельно, если деньги есть. Ну, просто наслаждаются жизнью. Два-три года, а потом что происходит? А потом они устают друг от друга неизбежно. Невозможно сексом жарко заниматься всю жизнь. Невозможно. Надоедает. Все равно усталость наступает. И дальше что наступает? Надо жить вместе. Уже секс вызывает сильную привязанность. До боли друг к другу. Люди привязываются до боли друг к другу. А разговаривать, общаться они могут друг к другу. Потому что они развивали отношения на более высоких центрах. Если говорить астрологически, то обычно люди сходятся по мотивам на одном из центров. Если говорить о мотивах соединения семьи, то половые центры – это очень грубые энергии. Это грубые энергии животных чувств. Самый низший мотив создания семьи – это просто желание секса и все. И как люди находят друг к другу с таким желанием секса? Как они создают семью? Находят они друг друга на дискотеках обычно. Там, где люди под соответствующую музыку крутят соответствующими местами. И понеслась. Да? Это следующий уровень, более высокий. Так, самый низкий уровень отношений – это секс. Люди познакомились. Для того, чтобы эти отношения строить, даже не надо, в общем-то, узнавать, как зовут. Секс – это еще не повод для знакомства. Ну, то есть люди не понимают, что они после дискотеки пошли, как они называют это, даже не буду говорить. Вот, очень грубым словом. Вот. Они это сделали. Ну да, правильно, вы поняли. Вот. Они понимают, что в этот момент через нижние центры, когда люди соединяются, у них возникает, как веды говорят, как веревкой соединяются сердца. Особенно, если им понравилось. Если не понравилось, то как бы и до свидания. А если понравилось, вот тут вот проблемы возникают. Потому что сердца соединяются, как веревкой. Очень плотно соединяются сердца и тянет человек к другому человеку. Ну, их притяжение, как бы наступает это притяжение, потому что очень сильное удовольствие. Оно подсаживается, человек, на него. Не только человек, это удовольствие, это страшная сила вообще. Есть такой эксперимент классический, когда у крысы находит центр удовольствия и кнопочку перед ней ставят, с помощью которой она электрическими электродами этот центр возбуждает, нажимая на кнопочку. Крыса нажимает на кнопочку до смерти. Она нажимает кнопочку до тех пор, пока она не умирает от перевозбуждения головного мозга. Такой результат всегда бывает только один у крысы. Не думайте, что мы чем-то от этого отличаемся. То есть секс до последнего будет, до последнего вздоха. Ну, то есть люди просто мучают друг друга под конец. Просто мучают. Они пытаются получить то же удовольствие, которое хотят получить, но ничего не получается в конце концов. Вот этот вид создания отношений, который сейчас и массируется во всем кинематографе, во всех книгах, это самый патовый вариант создания семьи. Самый патовый. Это страстная любовь. Которая, кстати, в классической литературе описана как несчастная всегда. Если страстная любовь, то всегда несчастная. Начиная с Пушкина, заканчивая Шекспиром. Всегда все один и тот же сценарий. Так, следующий вариант. Когда отношения начинаются на более высоких центрах, паховый центр, копчиковые, это половые отношения, паховый центр означает самосохранение, или то, что вы сказали, брак по расчету. То есть деньги. Не то, что он совсем по расчету, понимаете. Просто так действует природа. Если у человека цель жизни не секс, а выше, допустим, он хочет состоятельным быть, то, естественно, возникает любовь именно на основе. Вот человек даже чувствует красоту вот таким образом. Он видит красота, если состоятельность, значит красивая, несостоятельность, значит некрасивая. Девушка тоже так чувствует мужчину. Но если он как бы с достатком, он ей нравится. Без достатка не нравится. Они сходятся вот на этом уровне. И дальше отношения развиваются чуть получше. То есть как они развиваются? Они пытаются оценить возможности друг друга устойчиво жить. То есть они оценивают друг друга, прицениваются, общаются с целью понять, насколько человек устойчив в жизни. Когда они чувствуют защиту в своих интересах друг друга, они женятся. Секс уже стоит на втором месте здесь. Естественно, он важен для них тоже, очень важен, потому что нижние центры, но уже на втором месте. Часто в таких семьях для женщины больше важен секс, чем для мужчины. Потому что паховый центр – это женский половой центр. У женщины всегда самое половое чувство сильно связано с достатком. Если нет достатка и комфорта, то женщине очень трудно расслабиться и быть счастливой в этой ситуации. В таких семьях то же самое. Они очень сильно устремлены на отношения, когда они ставят материальные цели и достигают их. Но вот печальный результат наступает тогда, когда материальная цель достигнута. Ну купили квартиру, ну машина уже есть, что дальше? А дальше надо общаться же друг с другом. А общаться они не могут. Потому что нижние центры не предусматривают отношения какие-то более глубокие. Они просто означают, что мы вместе достигаем каких-то материальных целей. И все. Даже плюс пускай они достигнуты. Достигнуты или не достигнуты. Просто приходит время, надо разговаривать, начинать друг с другом серьезно. А это невозможно. Возможно, конечно, возможно. И даже на уровне полового влечения вот этого, когда семьи создаются, все равно все можно исправить. Можно наладить отношения. Это называется внутренняя жизнь. Просто чем ниже мотивы при создании семьи, тем тяжелее гармонизировать отношения в будущем. Но это возможно. Все равно это возможно. Дальше следующий мотив – это влияние, власть на уровне солнечного сплетения. Отношения создаются. Если, допустим, обычно отношения на уровне пахового центра строятся на работе, так называемый служебный романс, на работе строится, то отношения на уровне власти и влияния строятся уже в элитном обществе каком-то. Это какие-то элитные рестораны, какие-то красивые места и так далее, где люди так себя ведут, они одевают соответствующие одежды, в которых они понты кидают друг перед другом. То есть показывают свое влияние, влиятельность показывают. И соответственная речь у них такая же, соответствующие манеры, поведение, цель найти себе тоже влиятельного человека. Два влиятельных человека должны встретиться. Более высокий уровень создания семьи. Потому что, когда люди на этом уровне создают отношения, им надо быть уже, вести себя правильно, общаться правильно, надо уже как-то в обществе выглядеть порядочно, понимаете? Ну то есть уже какие-то правила, нормы поведения уже возникают, какая-то культура отношений. И здесь уже, естественно, отношения становятся более стойкими, потому что они основываются на чувстве престижа. Людям стыдно разрушать семью, потому что это повлияет на репутацию. Отношения дольше строятся, дольше длятся. И какой-то хороший более-менее результат уже имеют. Следующий вид отношений, это отношения, основанные на нравственной культуре. Эти отношения создают естественные стойкие отношения в семье. Отношения, основанные на нравственной культуре, это когда люди имеют одну культуру и одну нравственность, и имеют хорошее воспитание. И они строят отношения, соединяя друг с другом, друг друга на основе советов старших и на основе понимания, что этот человек имеет правильное воспитание. То есть их обычно знакомит, таких людей, или они знакомятся с рекомендациями как-то. То есть эти отношения уже помогают создавать. Для таких отношений уже люди должны вращаться в какой-то среде. Понимаете, что такое культура? Вот мы в культурной среде сейчас живем или нет? Знаете, что такое культура? Культура, когда есть сообщество людей, имеющих очень близкие отношения друг с другом. Это означает культура. Культура настоящая может быть только в религиозной среде. Когда люди имеют общество людей, они собираются на какие-то духовные беседы, у них есть наставники, есть близкие люди, которые верят в Бога как-то. Понимаете, создается такое сообщество людей, в которых они чувствуют защиту друг от друга. Но просто ходить на работу и вместе работать не подразумевает такую культуру. То есть люди, когда вместе просто работают, это не означает, что у них близкие какие-то серьезные отношения. Есть три типа дружбы. Есть дружба, самая нестойкая дружба, это дружба, в которой мы вместе отдыхаем, ездим на отдых. Просто на праздники собираемся. Это самая нестойкая дружба. Она быстро разрушается. Буквально какой-то один несчастный случай и человек уже не может отношения с этим строить. Потому что эта дружба основана над тем, что мы наслаждаемся друг другом. Если человек в горе, им можно наслаждаться? Нет? Нет, до свидания. Следующий вид дружбы, более стойкий, это дружба, основанная на каких-то деловых отношениях. Этот вид дружбы более стойкую природу имеет, потому что люди зависят друг от друга уже конкретно в делах. Они друг без друга не могут уже жить, потому что у них есть связь в делах сильная. Более стойкий вид дружбы, но не сердечный. Дальше есть дружба, связанная с верой. Эта дружба, она самая стойкая, и при этом внешне она кажется не слишком близкой. Люди просто уважают друг друга за то, что они вот одинаковым путем идут. Но есть еще другой вид дружбы, самый сильный, это сердечная дружба. Сердечная дружба имеет духовную природу. Простые люди не могут дружить сердечной дружбой, потому что она основана на бескорыстии. Бескорыстие надо же еще научиться так себя вести бескорыстно, потому что люди в основном на уровне симпатии дружат. Они дружат, потому что их просто тянет друг к другу, и они чувствуют часть друг от друга. Совместимость какая-то дает им возможность дружить. Это не стойкая дружба. Когда у человека горе, то тот, кто чувствует совместимость, он обычно до свидания. Но вот именно духовная дружба, она очень стойкая. Она дает, если люди соратники духовные, они вместе одной дорогой духовной идут, они очень сильно защищают друг друга в жизни, спасают, помогают, заботятся и так далее. Сейчас это малодоступная вещь для многих людей. В основном люди дружат друг с другом, потому что сердце откликается, и они как бы чувствуют какое-то счастье в отношении. Это не стойкая дружба. Обычно это проверяется, когда наступает беда. Большинство друзей бросают человека в беде. Вот кто не бросил, там уже, значит, какие-то чувства более сильные, затронутые, более возвышенные в отношении. У кого недавно была беда, поднимите руку. Побросал народ вас? Побросал? Ну, кто бросил, вы сейчас с ними будете дружить? А кто остался? Не думала? Ну, значит, не такая сильная беда, моя хорошая. У кого сильная беда была, поднимите руку. Побросал народ вас? Побросал. Вот, хорошо. Мы с вами нашли общий язык. А кто-то остался? Вы поняли? Вот те, кто остался, они обычно дружат очень скромно. Так ведь? Не сильно рисуются в дружбе. Они остались, и вы теперь поняли, да? Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот это значит, настоящий верный друг. Ну, песняк уже все сказано. Ну, а почему не выдержат? Потому что они же наслаждаться тобой хотят. Поэтому не выдержат. Итак, вот эти отношения, основанные на сердце, сердечные отношения, это нравственные отношения в семье, они создаются таким образом, что люди сначала общаются. И во время общения сердце настраивается на сердце. Это яд. Сначала идет яд. Тяжело. А потом будет нектар уже. Когда они настроились друг на друга, им уже будет легче жить. Но такие отношения создаются медленно. В них нет преобладания половой силы. И большинство людей не верят в такие отношения. Они боятся говорить, ну, мы как-то, похоже, дружим, что ли, друг с другом. У нас как бы нет любви, они говорят. У нас какая-то дружба. Они хотят страсти, люди. Чаще всего люди хотят, чтобы я хочу, чтобы у меня вот в отношениях вот... Вот. Ну, значит, тогда получив аж из гранат. Не хочешь нормального человека, значит, будешь Санта-Барбару смотреть всю жизнь. Есть еще более высокие типы отношений в любви. Это уже на уровне горлового центра. Это такие отношения уже, в которых люди объединяются на основе каких-то высоких чувств духовных. Это уже малодоступно. Я даже не буду перечислять дальше ничего. Но только уже на уровне сердечного центра люди могут в следующей жизни рассчитывать, что они будут вместе. До этого, по факту, у них нет отношений. И поэтому тема сегодняшнего, той беседы, которую я хочу сейчас с вами провести, я хочу вам объяснить, что пока у многих, большинства из нас, ничего не было. Ничего не было. Вот я сейчас просто... Закройте глазки. Глазки закройте. Вспомните близкого человека. Ну, своего близкого человека вспомните. Повспоминайте его так, повспоминайте. И сейчас я вам... Ну, можно открыть глаза. И сейчас я вам расскажу результаты теста. Вот смотрите. Если вы просто думали об отношениях и о своих обидах, у вас нет отношений вообще. Сердце блокированного будет. Вы оснаноруете отношения только на чувстве взаимного ощущения наслаждения. Это значит, что между вами нет родственных отношений никаких. Это отношения привязанности просто и все. Нет никакой любви, есть просто желание наслаждаться. Дальше второй вариант. Чуть получше. Закрыла глаза, ничего не почувствовала вообще. Не вспоминается. Холод. Холодные отношения. Отношения нейтральные. Они не такие... От них нет больших страданий. Ну и пользы нет никакой. Гражданский брак. Классика жанра. Ну то есть просто живем вместе и все. Ничего нет. Между нами ничего нет. Хотя мы живем, обнимаемся, целуемся. Телесные отношения есть, сердечных отношений нет. Все. Означает нет семьи. Это просто самообман. И все. И естественно, хотеть при этом какого-то развития отношений, это начинать, значит, заново эти отношения по факту. В своем сердце начинать их. И дальше третий вариант. При воспоминании чувства чистоты какой-то. Светлое чувство от человека. Светлое чувство. Причем интересно знать, что это светлое чувство Бог нам уже показывает в самом начале отношений. Когда люди только смотрят друг на друга. Я не говорю про дискотеку. Там они даже особо и не смотрят. Но когда при более высоких отношениях, даже пусть это по расчету брак, как говорят, это не расчет на самом деле. Это тоже. Если по расчету совсем уже, то это совсем уже цинизм. Обычно люди просто склонны побогаче себе найти. Им так нравятся такие люди. Это тоже влюбленность. Но она вот такого характера просто в соответствии с развитием человека. Но, однако же, если человек влюбляется, именно вот это чувство возникает, симпатии, то первое ощущение – это чистоты, которые исходят от человека. Чистоты. Это самое первое чувство, которое возникает. Первая любовь моя земная, «Утро моих глаз, я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз». Чувствуете, да? Откуда идет волна? Ну, то есть, это чувство очень светлое. Это чувство ощущения души. Ты чувствуешь душу в другом человеке. И это ощущение дается Богом. Он дается Богом для того, чтобы мы запомнили, и я у одного православного священника читал высказание. Он консультировал и сказал, «Очень просто наладить отношения. Просто вспомните то чувство, которое возникло между вами в самом начале отношений, и никогда его не забывайте. Чувствуйте человека таким, каким его видели в первый раз. Первое ощущение от человека. Почему вы решили с ним быть вместе? Вот это чувство, первое, оно является божественным, имеет божественную природу. Его надо сохранять, пытаться в сердце культивировать. Как это делать? Это называется внутренняя жизнь. Что такое внутренняя жизнь? Ты приходишь домой, не телевизор включаешь, не радио, не книжку садишься читать, а просто садишься перед изображением святого человека. И начинаешь, я хочу тебе служить, я хочу тебе служить. И начинаешь думать о святости, о чистоте. И когда ты установил вот эти отношения с святым человеком, то тогда ты свое сердечко открыл к внутренней жизни. Потому что если ты не тупо смотришь на изображение святого человека и ничего не чувствуешь от него, значит, твое сердце в панцире находится. Надо хотя бы поплакать чуть-чуть, чтобы это произошло. Или Священное Писание почитать, что панцирь растаял. Жизнь святых хорошо читать, а жизни святых, а не это растопляет панцирь. Надо почувствовать чувство вот этой чистоты, которая исходит от святого человека. Если это чувство возникло дальше, следующий шаг. Если вы хотите установить отношения с близким человеком, сердечные отношения, которые вечную природу имеют, тогда нужно начать сначала просить прощения и прощать близкого человека. Потому что там в сердце, если заглянуть, много боли. Стучится сердце, стучится к близкому человеку. Оно закрыто. И то закрыто, и это закрыто. И почему мы ругаемся, как вы думаете? Мы ругаемся, потому что мы обнаруживаем, что сердце-то близкого человека ко мне закрыто. И поэтому мы ругаемся, в отчаянии бьемся туда, кричим. Ты меня не любишь, ты меня не понимаешь, почему ты меня не понимаешь? И когда мы это делаем, мы сами не понимаем, что мы сами точно так же относимся. Мы требуем любви, вот это вот понимание, но сами мы ничего не понимаем близко. Мы не знаем его потребность, ничего. Мы просто хотим, чтобы он мне давал то, что я хочу, и все. Тупо. Это не любовь. Скандалы, это не любовь. Первый этап любви, знаете, какой? Когда люди принимают близкого человека таким, какой он есть. Это самый первый этап любви. И принимают, причем не тогда, когда наслаждаются друг другом, а тогда, когда наслаждение закончилось. Вот это самый первый этап любви. Принять человека. Очень трудно. И скажут, так это невозможно, Олег Геннадьевич? Невозможно, значит, не было внутренней жизни. Потому что внутренняя жизнь дает возможность стучать. Понимаете, это как раз другая жизнь, не та, в которой мы просто, вот, ну, не могу я с ним, и все. Значит, ты не пробовал, сердечко у тебя закрыто, ты не умеешь сердцем трудиться. Сердечный труд перенимается от святого человека. Потому что святой человек, это его квалификация трудиться сердцем. У него сердце открыто для всех. Пожалуйста, хочешь, прими его. Какой святой человек? Меня спрашивают, какой святой человек? Какая вера? Ваша вера? Одна женщина ко мне подошла, по-моему, даже в Питере, и спрашивает, Олег Геннадьевич, какую веру мне принять? Я говорю, вашу. Она говорит, а, тогда понятно. Пошла. Ваше горе. Каждый человек чувствует, что ему надо. Ну, у кого-то, конечно, нет веры, надо искать. Но большинство людей чувствует, какая у него вера. Зачем что-то менять? Святого человека надо искать в своей вере. Святой – это тот, кто откликается в сердце. Должна быть связь. Какой-то отклик должен быть. И когда человек вот эту святость, чистоту почувствовал в святом человеке, дальше – это включатель. Это включатель на внутреннюю жизнь. Дальше можно уже настраиваться на своего близкого человека. И сразу вспомнится обиды. Сердце, когда настраивается на контакт с близким человеком, первый эффект – это боль. И даже просто не хочется это делать. Первый эффект – это боль. Как мне одна девушка говорила, я, говорит, повторяю, я желаю всем счастья, желаю всем счастья. И я прям всех готова любить, вот прямо вот все для меня, как родные становятся в этом зале. Но потом постепенно я вспоминаю своих близких. И я желаю всем счастья. Только не тебе. Первый контакт сердца с близким человеком вызывает боль. И дальше надо как бы продолжать. Надо прощать сначала. Когда человек простил, потом начинает чувствовать свою вину, просить прощения. Это длится несколько месяцев. Вот такая практика, очень тяжелая на подъем. Но когда человек начал это делать, она его завлекает. Почему? Потому что он отдает новые горизонты жизни. Но когда человек хоть раз пробился в сердце близкого человека, с этого момента устанавливается другой зрительный контакт. Хотя бы один человек в сердце другого пробился, неважно тот пробивался или нет, во взгляде между ними появляется новое чувство. Чувство, что как будто я первый раз вижу этого человека. Я начал чувствовать его другим. Таким, какой он есть на самом деле. Не то, что я хотел от него увидеть, а таким, какой он есть на самом деле. А человек совсем другой. Люди обычно подстраиваются друг на друга под друга. Они не такие, какие есть вот в отношениях. Они другие. И нам хочется видеть именно того, кто с нами играет. Мы не хотим саму личность видеть. Нам неинтересно. Нам интересен тот, кто играет с нами. Понимаете? Вот в этом проблема. Но когда человек начинает на сердце настраиваться, начинает чувствовать человека, который с ним живет. Душу. И эта революция сначала... Это не то, что какое-то чужое, плохое ощущение. Нет. Это революционное ощущение. Оно необычное. Потому что душа, это гораздо лучше, чем то, что с нами играется в цирк. Цирк заканчивается, начинается отношение. Когда человек уже прощение попросил и простил, вот сердечный контакт установился, тогда причины... нежелание принимать советы отсутствует. До свидания. Все эти причины. Потому что вы будете советовать на нужной волне человеку. И когда вы его советы будете слушать, вы также примете нужную волну. Даже одному человеку достаточно на сердце настроиться другого, и начинаются отношения. Первая стадия любви, первый этап любви — это принятие человека. Потом идет следующий этап любви — уважение. Когда человека принимают, дальше все больше раскрывается в нем хорошие качества. Не тех хороших качеств, которые я ждал в нем и не дождусь никогда в жизни, кстати. Почему? Потому что то, что мы ждали от человека, это мыльный пузырь. Люди все рисуются друг перед другом, с целью этот мыльный пузырь показать. Но на самом деле, особенно когда знакомства по интернету идут, это вообще просто... просто скандал. Люди так сильно рисуются друг перед другом, что когда они друг друга видят, они сразу разбегаются в разные стороны. У нас есть фестиваль благости, иногда люди у нас, большая группа в контактах, 170 с лишним тысяч человек, закон о счастливой жизни называется, группа на сайте у нас. И они знакомятся иногда друг с другом, знакомятся, приезжают на фестиваль и уже видят друг друга. И много раз так было, что они просто в ужасе, даже не хотят общаться после этого. Они просто... Этот мыльный пузырь лопается, понимаете? То есть они видят, что что-то другое совсем, не то, что я имел в виду, не то, что имелось в виду. Точно так же происходит при совместной жизни. Мыльный пузырь в какой-то момент раз и лопнул. Но есть у человека, для чего с ним можно жить. Потому что душа — это красивая штука. Веды говорят, что душа на самом деле сияет, как солнце своей красотой. И душу в близком человеке, если мы раскрываем, то тогда он и становится таким. Человек начинает вести себя как душа уже. Не как обормот какой-нибудь, а как душа, понимаете? Когда мы... Что мы видим в близком человеке? Таким он и становится. Не имеет значения. Вот, например, у Довженко был такой метод. Он хоть и был коммунистом, но он применил вот этот метод души. Понимаете? То есть он просто собирал людей, которые пьянец таких отпетых, и он с ними просто по душе разговаривал. Не о выпивке, а просто по душам, о жизни там, обо всем разговаривал с ними. И вот они общались, потом работали вместе. Два фактора, которые он применил. Труд вместе облагораживает отношения и общение, которое не привязано никаким интересам. Все, поднимите руку, кто курит гашиш. Хорошо, поднимите руку, кто не курит гашиш. Все не курят гашиш. Почему все курят гашиш? Обычно все не курят. Кто-то не поднял руку? Может, забыл. В основном все не курят гашиш. Куда не пойдешь, везде курит гашиш. Ну вот я курю гашиш или нет? А? Я уже все, я уже списан, да? По возрасту, да? Да, здесь другая аудитория. Так, 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 интересно, интересно. Здесь другая аудитория. Так. И? Есть на улице. Темных мест, где курит гашиш. Ну-ка, ну-ка, где вот женщина, с которой общаюсь? Очень ценный разговор. Мы дворовые герои, не боимся никого. Всегда, конечно, трое, одолеем одного. Помните этот, ну погоди, волк там шел в сам первой серии такой, пузо вперед такой. Там эти бобры проезжали, милиционеры забрали. Вам такие нравятся? Нет? Запомните, что женщина, она может выглядеть очень красивой, интеллигентной, деликатной. И все качества, божественная, вся природа может быть проявлена наружу. Но в зависимости от ее взглядов на жизнь, она будет встречать себе с того слоя общества, которому она принадлежит. поэтому общение человека определяет его семейную жизнь. Вас не проблема встретить человека, ваша проблема очистить свое существование сейчас. Понятно? Потому что вот те люди, которые сюда пришли, именно из таких людей надо выбирать себе в жизни. И они будут выбираться, нравятся такие люди будут, когда у вас более чистое восприятие мира будет, свое внутрь. Выбор сделан, ничего страшного, нормально, меняйте свое внутреннее восприятие, учитесь видеть душу в человеке. У наркомана есть душа? Нет. Он светлый человек, душа светлая, у нее сияет, как солнце. Меня не волнует, что он считает. Меня интересует ваше мнение, у него есть душа или нет. Она сияет, как солнце внутри. Это в трезвом состоянии тогда сияет. А вот Довженко, ему все равно было, какие они были. Он просто с ними общался и все. Он в них верил. И они ему начинали верить. Вера – это духовное чувство и также духовная сила. Вот я верю, что у вас все будет хорошо в семье. Вам легче стало сейчас? Сейчас прямо легче стало? Перевали. Я верю, что у вас все будет хорошо в вашей личной жизни. Видите, я это основывал на своей духовной силе. Не на логике никакой, а просто я пытался увидеть душу в вас сейчас. И когда я увидел эту душу, у меня появилось чувство сказать вам это. вы душа такая спокойная, тихая, любите одной побыть какое-то время. ну, я говорю про душу у вас, а не про ваше поведение. Вам нравится побыть одной как-то? Вы сами себя не знаете даже. Есть души активные, есть такие спокойные. Вот вы спокойная душа. Вы вообще себя не знаете даже, видите? вам надо внутренней жизнью заняться немножечко. Хорошо? Итак, душа имеет свою природу. Надо ее изучать. Надо садиться перед цветы, молитву читать. Надо себя хотя бы узнать для начала. Не то, что других людей. Когда человек духовное чувство испытывает, тогда он начинает, у него появляется сила менять отношения, менять судьбу. Сила в голосе появляется. Он может реально с близким человеком по-другому начать разговаривать. Другие слова, другие отношения, они очень сильно приближают такая речь, такие слова. Понимаете? Для этого нужно на другую платформу встать. Потому что наша платформа какая? мы выясняем отношения. Выяснять означает давай делай как я хочу, я буду делать как ты хочешь. Это договоренность такая. Внешние отношения не имеют толку, не продержатся долго. Итак, отсутствие внутренней жизни не дает возможность принимать советы, советовать. И это также не дает понимания, как прояснять отношения. Отношения, смотрите, схема прояснения отношений. У нас нет отношений. Я стою на одном, а ты на другом, да, и так далее. Вот. Как отношения прояснять? Не надо в это время ни о чем говорить. Это бесполезное занятие. Отношения проясняются через сердце. Сначала сердечный контакт надо устанавливать. Сердечный контакт установлен, отношения проясняются. Я приведу вам пример, допустим. Кто считает, что я хороший человек, поднимите руку? Вы же меня не видели никогда в жизни. К чему вы поднимаете руку? Откуда вы знаете? Просто вы слушаете лекции, да? Вы слушаете лекции и чувствуете мое сердце. Меня как... Как будто вы меня знаете. То есть вы чувствуете меня от сердца просто. Но вы не знаете, что я там вытворяю. В клинике там... Как себя веду там... На работе, дома. Вы не знаете ничего этого. Но понимаете, я хороший человек, вы считаете. Вот те, кто подняли руки, я посмотрел внимательно, вижу, тоже считаю вас хорошими людьми. Потому что, правда, я чувствую этот контакт тоже. Не то, что вы только его чувствуете, а тоже его чувствую, этот контакт. Это называется правильное отношение. Правильные отношения не зависят от того, что человек делает. Это его действия, эти веды объясняют. Это просто влияние судьбы. Просто человека напрягает судьба, он иногда делает так, иногда сяк. Но в целом, если люди по сердцу сердечно настроены друг на друга правильно, то тогда они способны вместе побеждать судьбу. И меняется жизнь людей в результате этого сердечного контакта, который основан на правильном слушании. Слушании с верой. Слушании голоса сердца. И в семейных отношениях это труднее сделать. Лекции слушать легче, установить сердечный контакт. Семейная жизнь труднее. Потому что мы не то слушаем каждый день от своего близкого человека. У нас разрушаются отношения в результате влияния эгоизма друг на друга. Но если вы начнете в сердце делать то же самое, что во время слушания лекций, просто сердечный контакт устанавливать с человеком, то вы увидите, как поменяется ваша жизнь. И так же отношения потом начнут меняться. Первое, чтобы почувствовать, что вы не реагируете уже так сильно на боль, которая возникает в результате грубости близкого человека. Для вас это уже не так болезненно будет. Сердечный контакт установлен. Легче жить сразу в отношениях. Сразу легче. Поднимите руку, кто это уже почувствовал. Видите, уже многие знают, что это такое. Субтитры создавал DimaTorzok